Де-факто на телеканале Беларусь 4. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Милиция продолжает розыск грабителя банка из кассы отделения в поселке Большевик Гомельского района. Неизвестный вынес круглую сумму. Погасил ель. Нетрезвый гомельчанин топором обесточил новогоднюю елку в Новобелецком районе Гомеля. Заминировал больницу, в которой находился на излечении. В Гомеле пациент сообщил о бомбе в медучреждении. Переход безопасности в рейде с сотрудниками ГАИ и организацией специального мероприятия приняла участие Вероника Гамзюкова. О безопасности пешеходов в сложных погодных условиях и организации дорожного движения поговорим с заместителем начальника управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Сергеем Бондаренко. А также авария с туристами из Британии в Таиланде, автобус с пассажирами, под которым провалился асфальт и ожидаемый финал нестандартной буксировки в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на Беларусь 4. И начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. Преступника, который в минувшую пятницу ограбил отделение банка в Гомельском районе, до сих пор не нашли. Об этом сообщили в Следственном комитете. Напомним, ограбление произошло в поселке Большевик около 16 часов. Неизвестный зашел в отделение и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги. Всего ему удалось похитить различные валюты на сумму, эквивалентной 11 тысячам белорусских рублей. Сотрудники комитета госэкспертиз провели на месте ряд необходимых исследований, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемый в розыске. Его приметы на вид мужчине 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров. Он плотного телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. В Гомеле произошло массовое ДТП. Паровозик из четырех машин образовался на улице Мазурова. Водитель крайнего автомобиля выбрал небезопасную скорость и применил экстренное торможение. Но тормозной путь оказался длиннее, чем дистанция до впереди идущего транспортного средства. В итоге в одном ряду столкнулись сразу четыре иномарки. Самое сильное повреждение у Ниссана и Пежо. Погасил ель. Нетрезвый гомельчанин топором обесточил новогоднюю елку в Новобелецком районе Гомеля. Мужчину с поличным задержали прямо на месте преступления. Дело в том, что в то самое время возле ели дежурил милиционер. Он услышал стук, после чего погасли огни. А затем от дерева начал отходить мужчина с топором. Страж порядка тут же задержал похитителя новогоднего настроения. Им оказался 39-летний гомельчанин. Нарушитель спокойствия был нетрезв. Материалы по данному факту переданы следователям. В Гомеле заминировали больницу. Звонок в милицию поступил во вторник около 15 часов. Мужчина сообщил, что в хозяйственной части медучреждения заложена бомба. Сотрудники милиции быстро вычислили человека, который оставил тревожное сообщение. Им оказался 58-летний пациент той самой больницы, о минировании которой он сообщил. Телефонного террориста задержали. Его действиям дается правовая оценка. Саперы при помощи служебной собаки осмотрели помещение медучреждения, но взрывных устройств и опасных предметов не обнаружили. Пьяная езда довела до больницы 46-летнего мужчину в Ветковском районе. Он не справился с управлением своего Volkswagen и съехал в Кювет. ДТП произошло на автодороге Светилович и Новое Залядье. Водитель выехал навстречку, затем влево по ходу движения Кювет, где и опрокинулся. В результате полученных травм пострадавший был госпитализирован. По предварительной оценке, мужчина находился в нетрезвом состоянии. И, как сообщили инспекторы, попытка управлять машиной под шофе в списке его нарушений уже не первая. Очередного пьяного шумахера задержали инспекторы Мозорского района. Мужчина на угнанной машине устроил опасную погоню по населенным пунктам. Старый Volkswagen то и дело петлял из стороны в сторону. Поэтому сотрудники ГАИ решили преследовать нарушителя на низкой скорости, чтобы не создавать опасности для местных жителей. И такая тактика сработала. На пустынной дороге машину занесло и она съехала в Кювет. С начала года прошло всего 17 дней, а печальная статистика наездов на пешеходов уже открыта. В связи с этим госавтоинспекция по Гомельской области проводит профилактическое мероприятие «Переход без опасности», в ходе которой сотрудники ГАИ патрулируют дороги Гомельщины и напоминают водителям и пешеходам правила дорожного движения. В рейд с инспекторами отправилась и наш корреспондент Вероника Гомзюкова. 4 января произошло смертельное ДТП в Гомеле. Вблизи остановки улицы Барыкина был совершен наезд на мужчину, который по предварительной версии переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся, а пешеход погиб на месте. Спустя время автолюбителя задержали. Им оказался 39-летний житель областного центра, который после ДТП бросил свою машину в частном секторе Гомеля и отправился в Добружский район, где его и задержали. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Ранее его лишили права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. По этой же причине он не раз привлекался к ответственности. Еще один нетрезвый водитель на улице Ильича в Гомеле сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу до зеленой сигнал светофора. В результате наезда она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. А у водителя в крови медики обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Сейчас мужчина заключен под стражу. Алкоголь – главный враг безопасности дорожного движения и причина гибели людей. Тяжесть последствий ДТП, совершенных пьяными водителями, выше, чем у трезвых автолюбителей. Наезды, столкновения, прокидывания происходят на любых участках улицы дорог. Опьяненные алкоголем водители настигают своих жертв в самый неожиданный момент. Однако бывает, и сами пешеходы не думают о собственной безопасности. В случае в Гомеле подросток увидел автобус и решил успеть на него. Для этого молодой человек побежал прямо по проезжей части, между стоявшими на остановке троллейбусом и автобусом. В этот момент на юношу наехал водитель «Фольксвагена», который не успел среагировать на выбежавшего парня. Госавтоинспекция напоминает о том, что на дороге необходимо быть внимательными, осторожными. Кроме того, пересекать проезжую часть необходимо только в установленных местах. Не забывайте о том, что необходимо убедиться в безопасности своего перехода. Убедиться в том, что водители автомобилей заметили вас, предоставляют вам преимущество в движении. Кроме того, в темное время суток не забываем обозначать себя световозвращающими элементами. За прошлый год на территории Гомельской области на пешеходных переходах совершено 108 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 110 получили травмы различной степени тяжести. В этом году проблема остается. В связи с этим на территории области проходит профилактическое мероприятие «Переход безопасности». Задействованы все службы милиции и общественной безопасности. Наряды находятся на наиболее аварийных и опасных участках дорог. Вместе с инспекторами отправляемся в рейд. На пересечении улиц Крестьянская-Карповича замечаем водителя, который не пропустил пешеходов. 26-летний мужчина решил не дожидаться их на своей полосе и проскочил. При беседе с инспекторами вину признал. Он привлечен к административной ответственности. Дальше отправляемся на перекресток улиц Крестьянская-Катунина. Этот участок дороги один из самых опасных. Поток пешеходов и машин огромный. Проходит 10 минут, как мужчина на темно-синем Мерседесе не пропускает женщину-пешехода. Проезжает прямо перед ней. Инспекторы ГАИ его останавливают и проводят беседу. Водитель соглашается, что женщина переходила дорогу по правилам. Но свою вину не признает. В связи с этим инспекторы вызвали его в госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства. Водители, которые не представляли преимущество движения пешеходам, переходящим в проезжую часть, как по регулируемым, так и нерегулируемым пешеходным переходам, влечет от предупреждения до наложения штрафа от 1 до 5 базовых величин. Те водители, которые совершат данные действия повторно, влечет ответственность с административным воздействием. Штраф в размере от 2 до 8 базовых величин. Во время рейда к нам также подходили люди, которые сообщали о нарушениях. Вот, например, этот мужчина консультировался с инспектором ГАИ. Вчера он переходил дорогу по пешеходному переходу, как прямо перед ним проехала машина. В таких случаях ГАИ могут принять заявление, но и с водителем проведут лишь профилактическую беседу. Прямых доказательств нарушения нет. Фотоавто с номерами сделано за переходом. Видеофиксация станет лучшим доказательством вины водителя. С начала года в Гомельской области ГАИ отмечают рост количества выявленных правонарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Травмы получили не только водители, но и пешеходы. В целом, январские праздники оставили не самый светлый след на картине дорожной обстановки в Гомельской области. О правилах безопасности для пешеходов, нарушениях водителей и требованиях законодательства поговорим в этой студии с заместителем начальника управления ГАИ УВД Гомельского облсполкома Сергеем Бондаренко. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Итак, вот с начала января имелись случаи, когда на пешеходных переходах получали травмы люди. Как вы думаете, все-таки чья в этом вина? Пешеходов либо водителей? Вина здесь есть разная. И каждое происшествие нужно рассматривать в отдельности. Потому что есть происшествия даже на пешеходных переходах, которые совершены по вине самих пешеходов. Потому что пешеходный переход есть двух видов. Один регулируемый, другой нерегулируемый. В том числе есть случаи, когда пешеходы на регулируемом пешеходном переходе совершают противоправное действие, а именно выходят на проезжающую часть дороги на запрещающий сигнал стафора. А по статистике, все-таки те виды дорожно-транспортных происшествий, которые случаются на пешеходных переходах, превалирующие большинство. Это все-таки пешеходы не соблюдают правила, либо водители не уступают? Здесь, конечно, преобладающее большинство дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на пешеходных переходах, это, конечно, виноводители. Не предоставление преимущества движения пешеходов, будь то на нерегулируемом, либо даже регулируемом пешеходном переходе. Поэтому основной массив это все-таки виноводители. Сотрудники госавтоинспекции с начала этой недели начали проводить специальное мероприятие «Переход без опасности». Каковы промежуточные итоги этой кампании? Ну, во-первых, кампанию эту профилактическую акцию начали проводить для предупреждения как раз-таки вот этих видов происшествий, которые мы с вами ранее озвучили. И промежуточные результаты, к сожалению, не самые лучшие, потому что дорожно-транспортные происшествия продолжают иметь место быть. И за период уже даже проведения кампании совершено два дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом пешеходов, в которых один пешеход получил ранение, а один погиб. Тем не менее, их могло бы быть больше, вот, например, мне как обывателю, как гражданину, как горожанину нашего города Гомеля. За это время было прекрасно видно, что на каждом, практически на каждом ключевом перекрестке областного центра в часы пика дежурили сотрудники госавтоинспекции. В принципе, и цель этого мероприятия направлена не на наказание человека, на привлечение к ответственности, а на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Каким это образом будет сделано, либо же путем того, что вовремя сотрудник ГАИ остановит этого водителя перед пешеходным переходом, либо же водитель, либо пешеход обратит внимание на присутствие сотрудника ГАИ, даже пускай не на своем пешеходном переходе, а на соседнем, где в зоне видимости будет присутствовать инспектор ДПС. В общем-то, профилактическая направленность, вот направленность этой акции, недопущение совершения происшествий. Первая и основная задача. О том, как сделать организацию дорожного движения города Гомеля более безопасной для пешеходов, мы спросили у жителей областного центра. Внимание на экран. Очень страшно переходить дорогу, чтобы водители обращали, какой свет горит на светофоре. Повысить культуру вождения и культуру перехода пешеходам и переходных переходов, чтобы смотрели, неважно, горит зеленый свет или красный, нужно обязательно посмотреть в обе стороны, потому что у водителей тоже бывают разные ситуации, мало ли что какая-то проблема с машиной, да просто осознание может отключиться, поэтому нужно очень внимательно. Водитель, он всегда может отвлечься. Ну, как бы он ни старался постоянно смотреть, так сказать, вперед и что-то, но где-то это человек, он всегда может чем-то отвлечься и все. А пешеходы есть сплошь и рядом. Идут, наушники, не глядя, на дорогу идет, нет привычки. Или в детстве родители не научили посмотреть налево, есть машина или нет. Я думаю, что вообще надо советскую сделать пешеходной. И кому будет от этого лучше? Я думаю, всем. А водителям? А водителям? Ну, есть же у нас Кирова, объездную надо достроить. А как общественный транспорт? Ну, общественный можно оставить. Ну, во-первых, больше светофоров нужно поставить. И также пешеходам нужно обязательно следить и переходить дорогу в положенных местах. И стараться избегать таких опасных мест, там, где нет ни светофора, ни, например, зебры, либо лежачего полицейского. Также можно сделать больше лежачих полицейских, например, возле школ. Как улучшить? Да. Ну, это должны преподавать правила движения, правильно? Чтобы это в школах, даже в садиках. Мы хотя бы в садиках уже есть. Ну, и родители должны объяснять. Ну, и взрослые, конечно, переходить дорогу там, где это положено, а не там, где они хотят. Вот такие мнения. Согласны ли вы? Можете что-нибудь добавить? С большинством высказанных мнений я согласен. С одним только мнением по поводу организации улицы Советской как пешеходной есть определенные здесь сложности, потому что это увеличит трафик транспорта по другим улицам. И, соответственно, когда задан был вопрос по общественному транспорту, общественные пусти, так пешеходные или все-таки для общественного транспорта? Ну, поэтому здесь. А в основном здесь были довольно-таки правильные все высказанные мнения и мысли. И мне вот понравилось, женщина высказывалась по поводу... Культуры. ...того, что перед переходом дороги, даже на разрушающий сигнал стафора, посмотрите по сторонам. Потому что и она тоже выскалась, и мужчина потом в последующем, что водитель, хотя не должен этого делать, ни в коем случае отвлекаться от дорожного движения, но это человек, и каждый человек, к сожалению, может допускать какие-то ошибки. Так вот, если водитель где-то допустил ошибку, отвлекся, чтобы пешеход заботился о себе и своей безопасности, и перед выходом на проезжую часть, перед выходом на вторую полосу движения, убедиться, что все-таки его выход и продолжение движения безопасно. Лучше, лучше постоять 5-10 секунд, но добраться туда, куда хочется по окончательной цели, чем стать участником какого-то неприятного прецедента или, не дай бог, дорожного трасса на происшествие. Как сотрудник госавтоинспекции, как вы относитесь к тому, что вот молодежь сегодня, вот прозвучало такое мнение, ходит в наушниках и не смотрит по сторонам, либо просто забывается вот в таком состоянии? Ну, по правилам дорожного движения ограничений никаких нет. Это сразу скажу, поэтому можно переходить и в наушниках, и с телефоном, и с капюшоном, и даже со всеми этими факторами вместе взятыми. Но есть в правилах дорожного движения оговорка, что перед выходом на проезжую часть дороги пешеход должен убедиться в безопасности перехода. Каким образом это будет сделано? Это не описано. Но намного легче это сделать, когда ты не отвлекаешься на какие-то посторонние предметы, то же самое на музыку, то же самое на телефон, когда есть даже факты, когда пешеходы в телефоне на ходу что-то там смотрят или в игры играют, и идут через дорогу. Да, он там, краем взгляда увидел, он идет потом уже маршруту, куда и обычно ходит. Он понимает, что здесь пешеходный переход. Но при этом, как мы с вами говорили, не убеждаются в безопасности своего перехода. Поэтому не запрещено, но мы настоятельно рекомендуем позаботиться о своей безопасности и при переходе дороги временно, вот на эти вот секунды, ведь переход дороги занимает не так много времени. Отвлечься от своих гаджетов, уйти от них и позаботиться о себе. По усмотрению сотрудника госавтоинспекции, он может выписать пешеходу штраф, а может вынести предупреждение. Но если речь об административном взыскании, то каковы его пределы? Административное взыскание, если уже принято решение о привлечении к ответственности пешехода, то предусматривает предупреждение, либо штраф от одной до трех базовых величин. Ну и идет увеличение ответственности для тех пешеходов, которые в нетрезвом состоянии, нарушают право дорожного движения, там уже никакого нет предупреждения, там идет штраф от трех до пяти базовых величин. В январе хорошо сработали экипажи ДПС УГАЮ ВД Гомельского областполкома, было выявлено немалое количество нетрезвых водителей. Что ожидает таких людей, особенно если по их вине совершено ДТП и с тяжелыми последствиями для пешехода, ну и даже с гибелью? Давайте мы разграничим. Первое, управление в нетрезвом состоянии, оно имеет, так сказать, ну разграничение, как я сказал. Первое, это водитель ехал, его задержали сотрудники ГАИ, тогда наступает административная ответственность. Административная ответственность предусматривает уже штраф от пятидесяти до ста базовых величин, что немало. Плюс еще лишение водительского отверстия, или как правильно говорить, права управления на три года. Не меньше, не больше на три года. Это вот один, одно разграничение. Второе разграничение, которое наступает уже, да, человек задерживается либо же повторно за управление в нетрезвом виде в течение года, либо же, как вы сказали, совершает дорожественное происшествие, где повлекло это за собой причине телесных повреждений, менее тяжких, тяжких, либо же, не дай бог, гибели человека. Там уже ответственность никакая не административная, там уголовная ответственность. Все, этот водитель совершил преступление. А за это уже предусматриваются не только штрафы и лишение прав, да, а предусматриваются уже даже вплоть до лишения свободы. Ну, здесь уже, конечно, лишение свободы, но осмотрение суда, потому что рассматривает это не гос. инспекция, рассматривает это уже суд. Сергей Сергеевич, эта зима у нас не совсем похожа на зиму. Сложные погодные условия наблюдаются, осадки постоянно переменчивые. Что вы посоветуете автомобилистам, чтобы избежать неприятностей на дорогах? Я с вами соглашусь по поводу погодных условий, конечно, непривычная для нашего региона зима. В общем-то, Новый год даже встретили мы без снега, в принципе. Но это не то, что у нас нет снега, это не значит, что погодные условия благоприятны. Нет. Наоборот, отчасти отсутствие снежного покрова это лишняя угроза безопасности на дорогах. Почему? Потому что холодная погода нас приводит к чему? Люди начинают одеваться. Одежда у нас в основном темная либо черная. Соответственно, видимость человека в черной или темной одежде на дороге, она минимальная. Он сливается просто с серым фоном? Все правильно. Если бы был снег белый, то даже этот черный силуэт на фоне белого снега он был бы заметен, был бы виден. Снега нет, все серое, листвы нет, одежда темная, в отличие от где-то летней, яркие шорты, майки, кроссовки. Это на заметку тем пешеходам, которые живут в селеской местности. Это всем пешеходам на заметку. И тем, кто ходит по дороге, по проезжей части, передвигается, где нет по тем или иным условиям тротуара либо обочины, пешеходной дорожки. И даже тем, кто просто переходит дорогу в городе. Потому что мало того, что я озвучил, темная одежда, так еще здесь и ряд других факторов. Это то, что световой день у нас, не как летом, он короткий. И, соответственно, период сумерек и темное время суток, это дополнительная опасность, потому что водитель и пешеход, он имеет меньше видимости. Просто-напросто. Плюс такой момент, как выпадение осадков не связано с выпадением снега. Дожди, мор, осень, где-то может быть туман. Это все ограничивает видимость. И выпадение осадков, оно же связано с чем? Во-первых, видимость ограничена. Во-вторых, это воздействие на транспортное средство, видимость водителя элементарно на стекло, капли попадают, размытость, и все это ухудшает видимость. Поэтому это дополнительная опасность для всех. И при выборе манеры движения, для водителей, что хотелось бы сказать, чтобы всегда придерживались безопасной скорости, а не той скорости, которая прописана максимально где-то по правилам вооруженного движения. Если позволяет ехать в городе 60, пожалуйста, ехайте 60. Если вы видите, что погодные условия, вам нужно связи с погодными условиями и вам нужно скорость снизить, снижайте скорость до безопасной. Но в то же самое время пешеходам, что хотелось бы обратить внимание, то, что нужно учитывать, что при подходе к пешеходному переходу, при движении по правильной части дороги, что водитель тоже имеет видимость более ограниченную и более на коротком, меньшем расстоянии сможет заметить этого пешехода и сможет принять меры к снижению скорости и остановке. Ну что, Сергей Сергеевич, я надеюсь, что многие, скажем так, взяли на заметку ваши слова. Спасибо вам за конструктивный разговор и то, что нашли время для участия в программе «Дефакто». Спасибо и вам, Александр. Вопросы дорожной безопасности в студии программы «Дефакто» мы обсуждали с заместителем начальника управления ГАИУВД Гомельского облсполкома Сергеем Бондаренко. Далее по эфиру рубрика «Я – очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, видеорегистраторов и мобильных телефонов людей со всего мира. В Китае, в здании железнодорожного вокзала, нерасторопный отец поставил на ленту сканера для багажа своего сына, и тот поехал в рентгеновскую камеру. Вначале мужчина положил туда рюкзак, а затем снял с сумки мальчика и машинально поставил его на ленту. Опомнился папаша только после того, как сотрудники службы контроля, увидев ребенка на мониторах, забили тревогу. Мужчина вытащил сына обратно. Служащим он сообщил, что задумался и принял на какой-то момент своего сына за поклажу. В Таиланде жуткая авария едва не унесла жизни восьмерых британцев в их первый день пребывания на отдыхе. Их самолет приземлился в Бангкоке и туристов встретил водитель микроавтобуса, чтобы отвезти приезжих в Паттайя. Но по пути у авто лопнуло колесо. Машину развернуло на полном ходу и откинуло на металлическое ограждение. Багаж и туристов разбросало по трассе. Из окна на дорогу и обочину вырвались четыре пассажира. Все получили травмы и вместе с водителем были доставлены в больницу. Трое британцев в тяжелом состоянии. В Северной Каролине внезапный шторм едва не разрушил спортзал одной из школ штата. Окна в помещении выбил сильный ветер, а обломки рамы и строительные конструкции ранили троих учеников. ЧП произошло в минувший понедельник. Взялся за гуш? Не говори, что не дюж. Это кадры из Индии, где трактор местных фермеров разорвало пополам после попытки отбуксировать его при помощи автокрана. Из-за перегруженного прицепа машина прочно застряла на грунте. Идея вытащить трактор при помощи крюка и троса закончилась смешно и печально. Весело было тем, кто за этим наблюдал. И уж совсем не до смеха водителю и бригаде работников фермы. Теперь расходы по ремонту техники скорее всего возложат на инициаторов нестандартной буксировки. Видео ошеломляющей погони из Австралии в городе Мельбурне. Подозреваемый в хранении кокаина и каннабиса попытался уйти от преследования полиции. Погоня продолжалась 25 минут по оживленным улицам населенного пункта. Водитель пикапа лихо объезжал автомобили, гнал по газонам, съезжал на тротуарную зону. В какой-то момент выскочил навстречку и проехал по ней около километра, прежде чем совершить резкий поворот налево. После этого у нарушителя лопнула задняя шина и его автомобиль врезался в другую машину. Уйти от полиции не удалось. Не получится и от правосудия. Мужчину обвиняют в нарушении семи законов штата. В Китае подростки неудачно пошутили с петардой. Один из этих ребят бросил ее в канализационный колодец. Метан, скопившийся внутри, воспламенился и произошел мощный взрыв. Чугунная крышка колодца взлетела на три метра вверх и, упав на бетон, раскололась на части, а ребенок получил травмы. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Снова видео из Поднебесной. В городе Синь, провинции Тиньхань, автобус с пассажирами провалился под землю. На одной из остановок под автобусом городского маршрута проломился асфальт. Машина рухнула в огромную яму вместе с людьми. Пострадали 13 человек. Двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Власти выясняют причины инцидента. Версия о том, что грунт под дорогой могли вымыть сточные воды, одна из основных. Кто сказал, что один в поле не воин? Под из Хайленд Парка доказал, что все в руках того, кто держит оборону. Ну или точнее, в лапах и вызывающих ужас противника острых, как бритвы, когтях. Три дворовые собаки так и не решились напасть на этого усатого. Кота зажали в угол, но он умело отбивался от своих врагов. А потом и вовсе сумел удрать от обидчиков. Редкий случай, когда разница в весовых категориях не сыграла решающую роль в поединке. На сегодня все. Оставайтесь в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де-Факто. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова